В забавах с огнём Сяо Яня трудно превзойти. Было очень эпично увидеть появление 10 видов разных огней, что просто размазали алхимика из клана Цао. Сяо Янь действительно мастерски управляет пламенем и достиг в этом потрясающих результатов. Он силён не только как мастер, но и не менее талантливый алхимик. Что ж, Сяо Яню пришлось стать женишком ради помощи клану Е. Я Тяньхо аж поперхнулся, услышав это. Но Сяо Янь сдержит слово и поможет Синлайн. В городе эликсиров он прошёл важный тест алхимика и получил 7-й средний ранг. В реальности его силы соответствуют 7-му рангу высокого уровня. Но для такого звания нужно было пройти дополнительный тест, а Сяо Янь не захотел. Он не любитель щеголять высокими званиями. Этого ранга для него пока что вполне достаточно. Красиво он поставил на место старуху клана Баай. Будет ей уроком, чтобы не оскорбляла других. А также, друзья, подписывайтесь на ютуб канал. Мы идём к 50 тысячам подписчиков. Ставьте лайк и напишите комментарий под видео в ютубе. А ещё есть официальная группа в Телеграм, Киномикс. Буду очень рад здесь вас видеть. С этих пор в аниме больше внимания уделяется Ся Яню как алхимику. Он всеми силами тренируется и повышает свои навыки. В серии не было показано, но после битвы с долиной Ледяной реки, Ся Янь пробыл в клане Е несколько недель. И всё это время он готовил пилюли 7-го ранга. Так сказать, набивал руку и тренировался как алхимик. Он потратил большую часть запасов ценных ингредиентов клана Е. Но за его помощь они были готовы любыми способами его поддерживать. В целом у Ся Яня уже очень хорошо получались даже пилюли 7-го ранга среднего качества, что впечатляет. Кроме того, уже в святом городе эликсиров, столице башни пилюль, Ся Янь получил несколько ценных сокровищ, которые ещё больше повысят его способности, как алхимика. Переход с 7-го ранга алхимика на 8-й всего лишь вопрос времени. На будущих соревнованиях это очень пригодится, ведь соперники действительно не слабые. Например, молодая девушка из клана Цао, сестра от того выскочки, что пришёл в клан Е и проиграл Ся Яню. Она выдающийся алхимик с самого детства. Её зовут Цао Ин, вся её жизнь сама по себе легендарна. Когда она родилась, то уже продемонстрировала выдающуюся духовную силу, поэтому её мать умерла сразу же при её рождении, именно от излучения духовной силы девочки. Когда ей стало 7, она уже стала алхимиком, в 15 привлекла внимание башни пилюль. Поэтому её в качестве исключения сделали ученицей, причём ключевод. На протяжении 5 лет она тренировалась в башне эликсиров. К 20 годам она стала самым молодым алхимиком 7-го ранга в клане Цао. Сейчас ей уже 22, и она тоже будет участвовать в соревнованиях алхимиков. Следующим шагом Ся Яня будет участие в тесте для 5-ти великих кланов. По сути это то, что он обещал Синлай. Место старейшины клана Е будет зависеть от этого испытания. Он проводится в специальном зале клановых испытаний на протяжении поколений. От каждого из 5 кланов выставили по одному молодому алхимику, но кажется все они были не слабее 7-го ранга среднего уровня. От клана Цай выступал Цао Сю, второй по силе алхимик. Но та самая монстрически сильная Цао Ин тоже явилась посмотреть испытания. Когда она зашла, то вызвала всеобщее восхищение. Каждый знал о её таланте. Она самый выдающийся гений, когда-либо рождавшийся в клане Цао. Она была личным учеником одного из трёх главных старейшин, башни эликсиров. С её талантом ей было суждено стать одной из следующих глав башни. Что ж, вся Янь составит ей конкуренцию в будущем. Но сейчас он должен спасти клан Е. Экзамен или тест 5-ти великих кланов состоял из трёх этапов. Первый это тестирование души. Для этого использовался каменный постамент с табличкой, что измерял силу души алхимика. Каждый из участников должен вложить свою духовную силу в каменную скрижаль. Она оценит значение духа и покажет его уровень. В оригинале, если духовная ценность достигает значения 400, человек проходит тест. А рекорд на сегодняшнее время у Цао Ин со значением 976 единиц. Хотите смотреть любимое аниме в отличном качестве? Загляните на Konoha TV. Здесь все новинки аниме. Быстрая загрузка и удобный интерфейс. Окунитесь в мир аниме прямо сейчас. Ссылочка в описании. Какие результаты будут у пятёрки молодых алхимиков? И самое интересное, сколько же наберёт Сяо Я? Кстати, он выступил последним и стал как бы изюминкой этого теста. Перед ним 4 человека набрали от 700 до 900 баллов. Что очень хорошо, так как намного больше минимальных 400 очков для прохождения. И вот, все уставились на кандидата от клана Е. Если сейчас у него не хватит энергии, на этом испытание для клана Е закончится. Кроме того, если клан Е хочет подтвердить свой рейтинг, их кандидат должен на протяжении всех трёх этапов испытания входить в тройку лучше. Глава Е-Джун с тревогой смотрел на Сяо Яня. Получится ли у него? Сяо Янь вздохнул под прицелом этих взглядов. И со спокойным выражением на лице, торжественно приложил руку к каменной стеле. Его могучая духовная энергия, подобно огромному дракону, вошла в камень. Взрыв! Пространство искажалось, когда появился шторм. Шокир во всех. Сяо Янь убрал руку с каменной стелы, как только буря исчезла. Какое число было на табло? 1395. Это число больше на 300 очков, чем рекорд Сяо Ин. Когда она впервые побила рекорд, она была удостойна титула монстра. Но сегодня Сяо Янь сбросил её с этого невидимого пьедестала, оставив далеко позади. Действительно, впечатляющий результат. Но эта цифра не показывала всю мощь Сяо Яня. Он привык сдерживаться, чтобы никто не узнал его настоящей силы. Таким образом, он оставлял для себя пару козырей для будущего. Следующий тест называется духовный контроль. С помощью чистой духовной силы нужно удерживать специальные шарики в воздухе. Тот, кто удержит больше всех, победит. Ранги будут определяться из количества полученных бусин. Рекорд также принадлежит Сяо Ин. В своё время она собрала 89 бусин. Все уставились на Сяо Яня. Сможет ли он и в этот раз побить рекорд? Для алхимика исключительно важна гибкая и высокая степень контроля на своей духовной силе. Только человек, обладающий мощной духовной силой и чрезвычайно знакомый с её духовным контролем, мог по-настоящему называться алхимиком. Сяо Янь, в свою очередь, не стал рассеивать свою духовную силу. Но собрал её в невидимую руку, который начал шустро хватать шарики. Он ловко маневрировал и использовал свою энергию. В итоге Сяо Янь собрал 93 шарика. Конкуренты могли только горько улыбнуться Сяо Янь. По его виду было ясно, что он использовал далеко не все свои силы. И при этом обошёл рекорд Сяо Ин. Последним этапом испытания стали духовные атаки. Пятеро участников войдут в круг и используют свою духовную силу в сражении друг с другом. Последний человек, оставшийся в круге, и будет победителем. В этот момент неожиданно вмешалась Сяо Ин и попросила замену. Она хотела сама поучаствовать в третьем этапе. Судя по всему, она немного разозлилась из-за того, что Сяо Янь побил два её рекорда. Поэтому решила сразиться с ним. Сяо Янь не возражал. Вот это уже будет интересно. Признанный гений Сяо Ин против Сяо Яня. Каким же будет исход? Да начнётся битва! Пять волн огромной духовной силы вырвались из тел пяти конкурентов. От сильной волны тройка остальных учеников выбыла из круга. Лишь Сяо Янь и Сяо Ин оставались на местах. Глаза Сяо Яня пристально наблюдали за Сяо Ин. Она была самым сильным противником в этой битве. Духовная сила Сяо Яня и Сяо Ин была на другом уровне по сравнению с остальными. Поэтому им не судьба была равняться на них в этом поединке. Что же будет дальше? Как вы считаете, кто победит? Напишите в комментариях. А мы рассмотрим это в будущих видео. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы увидеть первым. Большое спасибо за просмотр и всем пока!